Синдром отложенной жизни — это то, чем мы можем гордиться. Этот диагноз поставили на постсоветском пространстве. Наши психологи. Тема прям наша. Синдром отложенной жизни, откуда он берется? Это тогда, когда я живу. Сегодня не надо, завтра. Это знаете, с чего начинается? Помните, не трошу эти конфеты, это на Новый год. Не носи эту обувь, это на выход. Счастливым я буду завтра. Завтра будет светлое будущее. И до сих пор некоторые страны этим манипулируют, потому что говорят, что завтра мы будем жить лучше, чем сейчас. А сейчас надо потерпеть. Государство, оно же не может тебе дать сегодня благодетствие. Денег нету, допустим. Всегда же денег нет. Нам обещали программу 2030. Барс снежный прыгнет вперед. Сейчас нету. Завтра, возможно, будет тебя растянуть во времени, чтобы ты не возмущался сейчас. И любое государство, оно либо дает, либо оно обещает, завтра будет лучше, еще будет потерпеть. И каждому поколению они делают 2030, 2050, 2080 потом будут. Постоянно они будут откладывать вот этот прыжок этого барса. А на самом деле потом в 2030 году они скажут, что он на самом деле все это время летел к чуму. То есть это сам социум, государство и еще сами родители. Почему? Потому что когда ты долго живешь в нищете, а мы жили очень долго в нищете, как исторически, к сожалению, сложилось, что вот последние 200 лет очень тяжелая история была. В Казахстане, в частности, и голодоморы, и оттуда и непринятие денег. То есть мы выживали, да, там еды не было. И вот эти репрессии малых народов. Я, если честно, не знаю, вот корейцев привезли, мне бабушка рассказывала, что, ну, нас вообще привезли, еды не было, да. Казахи спасали. Самим было нечего кушать, они нас разбирали по своим юртам, по кибиткам, где-то кормили. Они у своих детей забирали, нам давали, да. Нас привезли зимой. В обычной одежде нас высадили из вагонов. Половина умерла, половина осталась. Но если бы не казахи, у нас бы не было вообще. Каждый раз, когда есть возможность, я всегда это проговариваю. Мы прям должны. Это огромная благодарность за то, что вообще я сейчас здесь стою. И дед говорил, и отец говорил, и дядька говорил. На каждом мероприятии, где есть казахи, мы всегда это проговариваем. И оттуда, вот от этой общей нищеты, мы и взяли вот этот синдром отложенной жизни. Барана, допустим. Тоже же надо подождать, когда вырастить, потом зарезать, да. Рис тоже надо вырастить. Это вот само по себе нужно было терпение для того, чтобы было завтра. И этот синдром отложенной жизни, он потихоньку-потихоньку перешел в современный мир. Сейчас уже ждать ничего не надо, но мы все равно ждем. И многие семьи до сих пор, я больше чем уверен, покупают впрок, да, вот эти заготовки, с огломом традиционный. Это же тоже заранее запастись, чтобы перезимовать зиму, что в генах уже сидит. И в современном мире он уже не несет столько опасности, но все равно мы стараемся сберечь. Я сам по себе знаю, что мы вот когда плохо жили, я засаливал 200 килограмм чимчи. Брал там 20 литров масла на зиму, сколько-то лука. И знаете, чем я скажу? Чимчи я раздавал, лук портился, масло было прогоршее потом. В тотал, когда посчитаешь, выходила та же, если бы я зимой покупал бы эту же капусту, свежую. Мы ели несвежую капусту из-за того, что мы хотели сэкономить. И, короче, в оконцовке мы все это раздавали. В современный мир, где технологии не предусматривают есть старую еду, но мы все равно упорно ее старую едим. На это мне акцент сделал, знаете, этот, в Америке мне сделали. Когда мне спросили, по хлаву можно, там ей две недели, ее можно есть? Я говорю, что с ней будет? Это сахар, это же консервант. Что с ней будет? Я сел, с чаем съел, и на меня американец смотрел, говорит, любите вы старую еду. Я думаю, чувак, ты еще курт не видел. Что старая похвала две недели? А потом я за ним понаблюдал, он поел, половина осталась, он все в мусор. И для нашей культуры это дичь же просто. А он спокойно выкидывал. И вот это вот контекст достаточности, проблема, когда ты не ценишь, что еду, которую ты ешь, выкидываешь. И контекст недостаточности, это же тоже перерасход, сделать чуть-чуть и его раздать. Или там сделать согом и тоже его раздать. Если бы ты сам бы ел, ты бы, наверное, потратил бы меньше, чем ты согом раздаешь. И там перерасход, вот раздали, и тут перерасход, он выкидывает еду. Но что-то мне внутри подсказывает, что дешевле чуть-чуть выкинуть, чем все раздать. Поэтому синдром отложения жизни, он такой. Он потом транслируется, там, одежда на выход, счастье завтра, отношения потом будут, сейчас я потерплю. Жить нужно здесь и сейчас. Некоторые понимают, что жить здесь и сейчас, это взять все деньги, которые заработал, и просрать за один день. Это не то. Это то, что наслаждаться нужно сегодня. И счастливым нужно быть прямо сейчас, а не завтра. Потому что завтра может и не быть. А счастье, оно должно быть перманентным и сейчас. Очень важно, чтобы ты был счастливым в моменте. У бизнесмена синдром отложенной жизни, они не выводят дивиденды. Они думают, что они отдохнут завтра. Сейчас год закончится, и потом я поеду. Они не наслаждаются в моменте. Они сейчас в баню хотят, и такие, а, пойдут там через месяц. Или там они хотят с семьей побыть, и тоже не могут. Но это тоже нужно смотреть. У бизнесмена все проще. Есть первоначальное накопление капитала. Там надо пахать. И потом уже быть в моменте, отдыхать. Но не то, когда ты падаешь, тебе твое дело должно нравиться. Ты должен быть в моменте счастливым от того результата, который ты имеешь. Ой, и у женщин это же всегда. Дети вырастут, потом будут счастливы. Сначала выйдут замуж, потом будет счастье. Потом дети вырастут, будут счастливы. Потом муж вернется с командировки, я потом счастлива. И то есть это постоянно. То есть мы все откладываем, мозг найдет. Когда ты недостоин счастья, мозг найдет, как быть несчастным. И он найдет причины и отговорки, чтобы не быть счастливым сегодня. Твой мозг всегда даст тебе то, чего ты желаешь. То есть если ты хочешь быть несчастным, он тебе найдет много-много подтверждений того, что ты несчастлив. Если ты убедишь себя, что ты счастлив, он тебе найдет много-много подтверждений, чему радоваться и веселиться. Поэтому все зависит от твоего внутреннего намерения.